МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В латинском квартале Парижа промозгло. Поэты и художники традиционно без денег, а их возлюбленные, хрупкие создания, не выдерживают жестокости и грубости мира. Так было более чем сто лет назад на премьере оперы «Богема» Джакомо Пучини. Те же настроения сохраняются и сегодня. Но есть и кое-что необычное. Энергия молодости и дерзости, которая в эту промозглую, теперь уже московскую осень, вдохнула новую жизнь в знакомый всем парижский сюжет. Почему так? Да потому что слишком много молодых дебютов произошло в Большом театре. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А еще и потому, что оперная труппа Большого театра переживает важное событие, о котором молодые солисты говорят постоянно и не только перед камерой. Потому что у нас есть теперь маэстро настоящий. В его руках держалось все. Оркестр, мы все, хор. Он все держал очень мощно и энергично. Вот эта энергия передавалась нам. Мы все были как одно целое. Все солисты, маэстро, мы хор. Маэстро – это новый главный дирижер и музыкальный руководитель Большого театра Туган Сохиев. Я должен сказать, что это мой первый выход за пульт в Большом театре. Настоящей постановки со сценографией, с костюмами, с декорациями. И я должен сказать, что я получил огромное удовольствие от работы с артистами, от работы с оркестром, с артистами хора. Замечательная музыка пучения, богема. Второй акт полон жизни, энергии. Это ярмарка рождественская, и потом совершенно контрастный третий и четвертый акт. Но, несмотря на это, ощущение радости все-таки есть. Радость после спектакля была и у артистов, и у зрителей. Искренняя, непафосная. Тогда профессионалы все и про всех поняли без слов. И повод был. После успешной премьеры «Орлеанской девы» в концертном исполнении, дебюта Тугана Сохиева в Большом, в этот вечер маэстро впервые дирижирует спектаклем текущего репертуара театра. И богему он выбрал не случайно. Опера богема, она как-то очень интересно следует всей моей карьере. У меня, вообще, мои первые оперные опыты начинались с оперы богема. И потом я несколько раз ставил эту оперу в различных европейских театрах. И я вообще очень люблю эту музыку. Она настоящая. В ней ситуации настоящие. В ней персонажи настоящие. И нет какой-то искусственности. Нет вот этих типичных оперных каких-то штампов. Пучини писал про живых, молодых, бедных ребят, студентов, поэтов и так далее, которые художников, которые просто влюблены, которые проходят через все те же жизненные ситуации. Сегодня молодые герои оперы Пучини это молодые воспитанники и выпускники молодежной оперной программы Большого театра, которых для участия в этой опере маэстро отбирал сам. Ольге Кульчинской Туган Сухиев доверил Мюзетту. Для Ольги это дебют в богеме. Она сразу сказала, смотрите все, делается то, что написано в клавире. Потому что у Пучини каждое все выписано. И мы, конечно, старались, но уже на репетиции с маэстро он уже, конечно, детально все нам разложил, каждому. Просто буквально по такту, буквально каждое слово. Мы знали, как петь каждое слово. То есть абсолютно все вместе с маэстро. Очень сложно, очень много деталей. Хотя партия Мюзетты, она небольшая, но очень много разных деталей, которые усложняют работу. Она не постоянная, она и лирическая, и очень такая, как огонь, очень харизматичная. Она должна быть разная. И вот это сложно сделать. Для молодых вокалистов это не просто дебюты в «Богеме», а дебюты в «Квадрате», потому что все вводы осуществлял новый музыкальный руководитель Большого театра. А для молодежи это и дополнительный стресс, и совершенно новый уровень работы. Знаете, вот эти самые улыбки, поздравления, и все было окей после спектакля. Это недорогого стоит. Отсохиваю, особо не дождешься. Если он, так сказать, скажет, что, ну, ничего, хорошо, это уже большой комплимент. Но еще до спектакля он три шкуры снимет со всех. И только так может родиться художественный результат в опере. Потому что опера сложнейшее искусство, сотканное с деталей. «Богема» – сложнейшая партитура, сложнейшая, ансамблевая, хоровая, скерциозная. Сами видите, тут просто даже сконцентрировать свое внимание на всех деталях, от сценических до музыкальных. Артист очень сложно. Но мы сегодня услышали руку, мы сегодня услышали, как по-другому звучал оркестр. Мы услышали общий, так сказать, темпоритм, звучание, эти более быстрые темпы, в которых не всем легко существовать. И вот этот, так сказать, «Адная катарсис финале», потому что многие плакали, и я сам еле сдерживался, честно вам скажу. Вообще «Богема» – это не «Богема», если люди не плачут. Пучини в этом смысле дает нам огромные-огромные возможности. Но для этого нужен талант и нужно огромное сердце. Ничего не изменилось за сто лет. Две пары молодых влюбленных, срифмованные друг с другом и сюжетно, и музыкально, приходят к печальному финалу. «Мими умирает». Партия «Мими» – это тоже дебют в спектакле Большого театра солистки Новосибирского театра оперы и балеты Ирины Чуриловой. А для ее возлюбленного Рудольфа в исполнении Павла Валужина – это вообще дебют всей его жизни. Вводились в спектакль молодые ребята, которые никогда еще даже не пели на сцене. У Рудольфа Павел Валужин, он пел вообще в жизни первый раз с оркестром, поэтому задачи ставились очень большие, и никто, конечно, скидок не делал. А что думает сам дебютант Павел Валужин? Каково ему пережить три часа на сцене Большого театра, исполняя главную партию? И вообще, сложная ли эта партия для тенора? Да, она сложная партия, потому что первое действие, все идет как-то вот середина-низ, середина-низ, больше такой разговорный, сценическая, актерская. И тут вдруг нужно перестроиться в арию Рудольфа с приходами «Мими», когда она тесситурная, высокая, красивая, элегантная. Потом снова обратно второе действие, обратно реплики, обратно разговорная, игровая. И третье обратно трагическое, обратно большие фразы, высокая тесситура. И вот это вот все время нужно переходить с одного оркестр в другой. Ну, это очень сложно. Сложно, но хочется еще и еще и еще. И так говорят все солисты, кто принимал участие в этой богеме. Потому что она оказалась совершенно другой, нежели все предыдущие спектакли. Потому что ею руководил маэстро, которому в Большом театре поверили абсолютно. Это гениальный человек. У него настолько сильная энергетика и какие-то эмоции, что когда мы стоим друг от друга, ну, ты видишь, он, это какой-то импульс. Даже он может не показать, но это будет настолько читаться у него. Поэтому, я говорю, это мастер, это великий человек. И слава богу, что есть у нас такие люди, такие дирижеры. Это браво. Это только самое начало и для Тугана Сохиева в Большом, и для всех молодых дебютантов, которые сегодня выходили в богеме. У вокалистов двойной праздник. И потому, что дебюты прошли успешно. Но самое главное, потому что маэстро не только был с ними в этот вечер, но и будет с ними работать дальше. А что еще нужно артиста? Надеть костюм тролля или разбойника мечтают не только дети, но и артисты. Во-первых, потому что такое возможно только в опере «История Кая и Герды», репетиции которой проходят на новой сцене Большого театра. А во-вторых, потому что над этими костюмами колдует сам Валерий Яковлевич Левенталь. Кая и Герды сделаны с чрезвычайным тщанием и любовью. Сказочные герои, однажды появившиеся в фантазии художника, теперь оживают в этой небольшой комнате. Здесь идеи и эскизы Левенталя превращаются в костюмы. Эскизы не очень красивые, яркие, красочные. Всегда. Это вот такой художник очень от Бога. И нам довелось такое счастье и работать с ним, и работать над его костюмами. На данный момент мы видим таких героев, как тролли. Тролли. Их тут двое человек. Костюмов будет не двое, а больше. Не два костюма будет. И вот к нам приходит костюм. Сначала к нам приходит костюм вот в таком вот виде. Вот в таком виде. Чистый. Ничем не тронутый. Да, именно в таком виде костюм будущего тролля пришел из пошивочного цеха к художнику-модельеру театрального костюма Юлии Ладе. И теперь ей предстоит расписать его так, как мечтает увидеть этого тролля художник-постановщик Валерий Левенталь. Для меня, например, это как холст. И я начинаю с ним работать. То есть для начала я вижу, что его сначала надо списать полностью. Списать – это краска. И мы придаем тон костюму по эскизу. Списать костюм – это особый язык художника, понятный не всем. Переводим. То есть раскрасить костюм в нужный цвет. Вот этот тролль, к примеру, по эскизу Левенталя должен быть зелененьким. Значит, таким его и сделает художник-модельер. Но важен не только цвет. Важна фактура. Добавляем, допустим, какие-то лоскуточки, какие-то куски ткани, делаем дырочки, которые тоже дорабатываются. Вот это все. Чтобы оно такое было рваненькое, чтобы оно такое играло, уже была такая фактура. Мы же видим, что тролль, он весь такой вот лохматый, такой вот весь фактурный. Такой должен быть страшный, создавать такой страх. Тролли, существа, враждебные человеку, но необходимые сказки, уже несколько месяцев не дают покоя художникам-модельерам Большого театра. Потому что их в опере «История Кая и Герды» должно быть много, и они должны быть разноцветными. Художнику-модельеру Владимиру Репьеву тоже принесли новый и чистенький костюм, чтобы он творил. Была красивая, конечно, рубашка. Ну, пока я просто обжил. Обжил, как бы, можно сказать, физически, что ли, или как правильно назвать-то ее. В общем, порвал. Порвал, застарил ее, да, и вот такой вот вид. Это тролль. Он лазил где-то долгое время, копался по деревьям, искал с ней пищу, пугал людей, ел птицу. Следующий этап, это я буду уже расписывать. Красочки. У меня ведь колор здесь стоит. Будет составлять цвета. Кисть. И понеслась. И все эти дырки на костюме, которые придумывают художники-модельеры, очень нравятся Валерию Левенталю. Но помимо троллей, в опере есть и много других персонажей, и их костюмы тоже нужно сделать сказочными. Художнику-модельеру Анне Букреевой достались разбойники. Вот он такой, законченный костюм, который нам приносит из костюмерного цеха. Следом, что происходит? Этот костюм, задача стоит такая. Необходимо создать его более живым, что ли, нас таким, который прожил жизнь. И здесь я вот вам покажу сейчас. В этот костюм входят брюки, блузка. Мы его разбираем, и я вам показываю блузку, которая видала виды, разбойник. Сами все понимаете, вы включаете богатое свое воображение, и вы четко представите себе разбойника таким, какой он есть. Вот эти заплаточки мы обживаем, создаем им эффект драности. Все себе могут представить, как когда-то кто-то падал, когда расшибали коленки, приклеивали эти, пришивали заплатки. Вот таким образом сейчас у нас проходит момент многослойности. Костюм героя – это и характер героя, и его биография. Где живет, как себя ведет. С разбойниками все непросто, и живут непонятно где, и костюмы, соответственно, далеко не стерильны. Мы его измазываем, для того, чтобы четко понять, что это разбойник, который где-то живет в пещере, который весь испачкан, в саже, в жире, в каком-то грязи, лесной, в чем угодно. И вот этот вот костюм, дальше у нас будет жакет, измазов который мы тоже можем понять, что непростая судьба разбойника, несчастный, который бегал по лесам, охотился за людьми, и драный, прожженный, изрезанный, избитый, вот в такой вот костюм мы превращаем, вот скажем, чистый, отшитый, никем не тронутый. Вот так рождается правда вымысла, если такое сочетание слов возможно в принципе. Но в театре возможно не только это. А еще ведь костюмы северного оленя, фонарщинка, снежной королевы, гая и герды. И нужно сделать так, чтобы костюм каждого был не менее выразительным, чем костюм тролля или разбойника. И не забыть приодеть атаманшу, для нее разрабатывается особая ткань. Вот, например, нам приносят обычный кусочек ткани. Вот. Мы набиваем трафарет по эскизу. Вот это как раз данная тканюшка, это для атаманши юбочка будет такая шиться. И вот мы на такую обычную ткань набиваем рисунок, который требуется по эскизу. И получается вот такая большая набитая ткань, из которой потом будет шиться юбочка для атаманши. Совсем скоро герои сказки про Кая, Герду и Снежную Королеву выйдут на новую сцену Большого театра. И в этот момент маленькие зрители, разумеется, не вспомнят ни о художнике Валерии Левентали, ни о его помощниках, художниках-модельерах. И это будет самая высокая оценка их творчества. Значит, их герои получились самыми, что называется, настоящими. Значит, работа удалась. Принцы бывают не только в королевских семьях и сказках. Для артистов балета слово «принц» наполнено своим содержанием. Идеальный принц — это танцовщик, у которого сочетаются аристократическая внешность и прекрасная техника. Таким идеальным принцем был Александр Богатырев. Мы продолжаем нашу рубрику, в которой говорим о людях, создавших славу Большого. Сегодня Борис Акимов вспоминает о солисте балета Александре Богатыреве. Как-то скоропостижно ушел из жизни. Это, конечно, для всех нас был трагический удар, безусловно, потому что слишком уж рано. Слишком рано, потому что, вы знаете, жалко. Такой мастер, сложившийся уже мастер, с потрясающими знаниями своего дела, да, он бы, понимаете, сколько мог он еще вот так работать в этой области, он бы мог многое передать. Александр Богатырев ушел из жизни в ночь на 12 октября 1998 года. Ему было всего 49. В этом году Александру Юрьевичу могло бы исполниться 65. Я стою на сцене Большого театра, декорации к балету «Легенда о любви». Этот спектакль танцевал Александр Богатырев. И я, конечно, помню, как это было, безусловно, потому что Саша из моего поколения. Я вообще помню все, что он здесь вот танцевал на этой сцене. А «Легенда о любви» он танцевал Ферхада. Ферхада танцевал как-то по-своему, по-своему. Его такая изящная фигура, он был такой тоненький, он прорисовывал весь рисунок танца. И критики, и коллеги отмечали особенную внешность Александра Богатырева. Утонченная красота удивительно сочеталась с физической элегантностью. На сцене в лирико-романтических балетах он был именно тем героем, тем принцем, которого можно было придумать исключительно в фантазии. Он был очень красивым человеком и с прекрасной формой тела, что очень важно, конечно, для нашего вида искусства. И, конечно, было приятно на него смотреть, потому что какая-то в этом и была интеллигентность тоже, когда мы смотрели его спектакли. Знаете, вот не надо было ему ничего играть, потому что он выходил, вот тот Александр Богатырев, которого природа наделила такими возможностями. Неудивительно, что одним из главных спектаклей для Богатырева стал балет «Лебединое озеро». На сцене Большого его принц Зигфрид часто встречался со злым гением Бориса Акимова. Он был очень органичен в этом спектакле, потому что там соединялось, знаете, как вот то, что было поставлено, и его природа, они были как бы вот едины, едины. Это редакция Юрия Николаевича Григоровича. В этом спектакле принц, конечно, более активен, чем в спектакле, например, редакции предыдущей, Горского, Александра Горского. И поэтому здесь и много монологов, и вариаций, и дуэтов, и различные трио, и борьба противоположностей, более активные, чем в тех спектаклях. А еще были блистательные граф Альберт в Жизели, принц Дезерре в Спящей Красавице, Ромео в Ромео и Джульетте в хореографии Юрия Григоровича. Для него это тоже был несколько необычный спектакль, потому что того Ромео, которого мы знаем у Лавровского, он более лиричен, конечно, а вот у Юрия Николаевича он более активен, и поэтому есть монологи, монологи отчаяния, всего, они более насыщенные, более сильные по драматургии и даже по эмоциональному наполнению, они сильнее, конечно, безусловно, потому что и хореография отличается, безусловно, и поэтому и Саша, как мне кажется, здесь справлялся, и опять-таки вот этот спектакль как-то он ложился, он был созвучен его природе. Александр родился в Таллине, учился в Таллинском хореографическом училище, но завершал свое обучение уже в Москве, в классе профессора Петра Пестова, воспитавшего плеяду выдающихся артистов балета. Мы его видели по тем выступлениям, которые давало хореографическое училище на сцене Большого театра, и я помню, как я его первый раз увидел. Это было вот на этой сцене Большого театра, это был школьный концерт, выпускной, и он танцевал по ДД. по ДД, и я не знал такого, и многие не знали, из третьего акта балета Жезель. Это было необыкновенно как-то красиво, необыкновенно легко, и, конечно же, проявилась вот здесь та школа, которую он получил у своего замечательного педагога. В 1969 году Александра приняли в труппу Большого театра. Работал он в классе замечательного педагога Большого театра, Алексея Алексеевича Варламова. И Варламов очень любил Александра Богатырева и много с ним работал, и много сделал с ним интересных очень ролей и партий. И первая такая крупная его партия это была роль Вацлава в балете «Бахчисарайский фонтан». Но Александр Богатырев был не только прекрасным принцем, он был и замечательным партнером. И необыкновенные его были дуэты. Я помню его дуэт, конечно, с Натальей Бессмертной, партнером которой, кстати, впоследствии он был многие-многие-многие годы. Он, вот как мы профессионалы говорим, у него были надежные, сильные, удобные руки. И поэтому, видимо, вот партнерши его часто выбирали вот и приглашали поработать вот в спектаклях. И партнерши очень именитые, безусловно. После Натальи Бессмертной несколько лет он был практически постоянным партнером во многих спектаклях Майи Михайловны Плесецкой. В середине девяностых, уже завершив карьеру танцовщика, Александр Юрьевич преподавал классический танец в ГИТИСе, в танцевальных школах Бразилии, Японии, был заведующим труппой Большого театра. Видите, в нем сочеталось вот что-то такое и уже не только вот, так сказать, творческое начало, а в нем уже были какие-то другие таланты, да, таланты и, может быть, впоследствии, если бы случилась эта трагедия, да, он бы уже как-то себя проявил и вот в этом направлении, я думаю. Но сцена Большого театра помнит всех своих принцев, и зрители их тоже никогда не забудут. В Большом театре продолжается путешествие по главным странам европейского барокко. Остановка Франция, то есть галантная Франция эпохи барокко. Чтобы познакомить слушателей с нюансами французского барокко, в Москву прибыл французский ансамбль Лизарс Флорисан, в переводе «Цветущее искусство». И это лишь одна из страниц фестиваля «Барокко путешествие», который будет проходить в Большом театре в течение всего сезона. Ансамбль Лизарс Флорисан привез в Москву свою новую программу «Рамо-метер-танца». Она посвящена выдающемуся композитору своего времени Жану Филиппу «Рамо», современнику Баха и Генделя, крупнейшему музыкальному теоретику той эпохи. Жан Филипп «Рамо» ушел из жизни 250 лет назад, но руководитель ансамбля Уильям Кристи не согласен с тем, что с тех пор что-то сильно изменилось. Все это выдумано, что жизнь была медленнее, спокойнее, менее проблематичной в эпоху «Рамо» и «Монтеверди». Это абсолютно неверно. Мне кажется, что люди в то время жили так же интенсивно и, может быть, еще более интенсивно и насыщенно, чем сегодня. Я добавлю, что я работаю над актуальной современной музыкой. Если бы я думал, что этой музыкой нечего сказать нам сегодня, я бы не занимался этой музыкой. Я не археолог и моя музыка не из музея. Уильям Кристи уже более трех десятилетий воспринимает современный мир сквозь призму изысканного и причудливого мира музыки барокко. Свой ансамбль он создал в 1979 году и с тех пор по праву считается первопроходцем аутентичного исполнительства во Франции. Он открывает слушателям прекрасную, но немного забытую музыку барокко. В любом случае эта музыка очень многое может нам сказать. Ведь это курьез даже предположить, что мы можем говорить о Рембрандте, Тициане, Леонардо да Винчи как о шедеврах, которые бессмертны, а о музыке той же эпохи как о чем-то устаревшем. Это все равно, что сказать, что Гоголь или Пушкин, Ипсон или Мольер являются частью прошлого. Мне кажется, если речь идет о больших шедеврах, то они актуальны во всех областях. В Большой театр Уильям Кристи привез хореографическое костюмированное представление в двух частях, которое впервые увидело свет в середине 18 века во дворце Фонтенбло, рождение Осириса и Дафнис и Эгле. Режиссеру-постановщику Софи Данман пришлось подробно изучать жизнь при дворе времен Людовика XV. Я много работала над живописью Фрагонара и Вато, это портреты и рисунки, которые показывают букаллическую жизнь 18 века. Это была очень важная для того времени пасторальная жизнь. Я очень много работала, чтобы найти правильные жесты, правильные сочетания для костюмов, что-то сексуальное, чувственное. Для меня эта чувственность, эта грация, которая присутствует, должна быть выражена телом. В ту галантную эпоху костюмированные представления на музыку Рамо назывались балетами, хотя пение тоже было. Более того, это действие называли прекрасным танцем, где прекрасное — это идеал, к которому всегда нужно стремиться. Я думаю, что это гениально работать с танцовщиками и музыкантами одновременно, потому что вся музыка Франции 18 века идет от танцевальной музыки. И когда мы смешиваем танцовщиков и музыкантов, и когда танцовщики танцуют вокруг музыкантов, и музыканты танцуют тоже в своем сердце, то все они присутствуют в мире, который зримо воплощает эту прекрасную идею по старали, в своем роде рай на земле. Именно это и было важно для живописи 18 века. Но не нужно забывать, что это еще и придворное искусство. И эти танцы, созданные как развлечения для придворного общества, на самом деле культивировали изысканные манеры самого общения. А сегодня прекрасным танцем называют танец в стиле барокко. Танцовщица Натали Адам призналась, что вдохновлена барочной музыкой. Для меня очень важна связь между танцем и музыкой. Барочная музыка, начиная с Люли и Дорамо, создана для танца. Она имеет танцевальный ритм. В те времена музыканты умели танцевать, а танцовщики умели играть на музыкальных инструментах, часто на скрипке. Я получаю удовольствие от порхания в пространстве. Мне нравится делать повороты. И вообще огромное удовольствие слушать эту музыку с инструментовкой, которая очень богата, в частности, очень богата у Рамо. А танцовщик Ромэн Олегин только начинает осваивать для себя пространство барочной музыки. Я совсем недавно начал заниматься барочными танцами. Но танец барокко, как и музыка, нас очень обогащают. Это важно для всех танцовщиков. Для меня это очень необычно и очень интересно танцевать под эту музыку. И я думаю, что и оркестру, который находится близко к нам, и маэстро, который тоже поблизости, это тоже очень интересно. Я чувствую связь с эпохой. Я сейчас здесь, но я персонаж той эпохи. Танцовщики, музыканты, певцы. И все они вместе на сцене. Именно такими представлениями наслаждались при дворе Людовика XV. И все это возрождает сейчас Уильям Кристи. Мы с большим уважением относимся к этому спектаклю, ко всем составляющим и к постановке танца, к элементам стиля, которые ему присущи, и к инструментальной музыке. Но, как и во всей барочной музыке, очень большую нагрузку несут исполнители. В отличие от более современных партитур, здесь мы можем говорить, что все исполнено, когда исполнитель очень бережно относится к первоисточнику. Первоисточник – это и есть Жан-Филипп Рамо и его музыка. Сегодня его театральные произведения исполняются по всему миру, но в Москве впервые. И все это благодаря фестивалю «Барокко-путешествие», который продолжается. В театре время идет совсем не так, как в жизни. То убыстряется, то замедляется. И часто можно услышать фразу «Полвека пролетело, а я и не заметил» или «не заметила». Так говорят старожилы, у кого было только одно место работы – Большой театр. Все эти люди – живые летописцы Большого театра. Алина Александровна Самородова в Большом уже 52 года. Все эти годы она библиотекарь нотной библиотеки и точно знает, с чего начинается музыкальный театр. Сама по себе библиотека – это самое главное звено в Большом театре. Самое главное. Здесь начинается все. Потому что нотки от партитуры для дирижера и кончая последним контрабасом, ну не потому что он последний, а просто он по партитуре последний, вот, все это делается нотной библиотеки. Ноты действительно нужны всем, с этим не поспоришь. В далеком прошлом в театре работали профессиональные переписчики, которые ноты переписывали от руки. Потом стали делать небольшие тиражи. В начале 1963 года Большой театр приобрел свой первый копировальный аппарат и пригласил на работу выпускницу полиграфического института Алину Самородову. Это была настоящая техническая революция в театре. На аппарат приходили смотреть, как в музей. Но у Алины Александровны свои воспоминания о чудо-аппарате. Жуткий. Вот сейчас вы бы все применяли бы золотом, я бы на нем ни за что работала бы не зала. Блочной ручной труд, грязный труд, вредный труд. Вот он такой, он по-другому не мог работать. Он работал там с ацетоном и так далее. В театре Алину Александровну прозвали первопечатником Иваном Федоровым. Ну вот, а потом нам помог юбилей театра двухсотлетия. И тогда купили первые ксеропсы английские. Маленькие, такие не очень там, чтобы они давали большой тираж какой-то, но уже было намного легче, намного. Но, конечно же, в Большом театре Алина Александровна задержалась на полвека не только потому, что закупили хорошую технику. Потому что без ее личного участия не обходилась ни одна премьера. Пиковая дама, да? Ну, казалось, Пиковая дама сто раз шла, и сколько было постановок, да? Сейчас будет новая постановка. И все равно, там вносятся изменения режиссерские, там вносятся купюры. Значит, соответственно, мы должны сделать и клавируем уже, соответственно, по новому тексту, и сольные партии. А еще рядом находились уникальные люди, с которыми приходилось работать. Поколение в опере было золотое. Это был золотой век. И такое же было поколение в балете и в оркестре. Посмотришь в оркестр, корифеи, корифеи, все абсолютно дирижеры какие, с какими дирижерами работали. И вот был у меня хорошенький очень эпизод. Как-то царство ему небесное, опять же, Ростракович, когда работал с войной и миром, да, последний, да? У него там что-то не складывалось. Знаете, у них иногда бывает такая рвань, это ужас, он приносит свою партитуру, тут кусочек, тут кусочек, тут кусочек, и все это надо собрать воедино, да? Ну, кто-то из солистов, из ребят пришел и говорит, слушай, ну вот, последовательно, собери вот этот кусочек, потому что эту рвань просто невозможна, он путается в ней даже. Ну, раз-раз мы посмотрели по тексту, по цифрам, раз-раз собрали все это, принесли, и я ему говорю, если что не так, пусть не обижается, потому что мы не творческие работники. Вот что техническое, а сделали, так и сделали. И потом мне приходят и говорят, ну, это вам ничего себе, это самое, Растропович сказал, что ничего себе технические, если все такие технические, сделанные безупречными. И все полвека Алина Александровна делает все возможное и даже более того, чтобы творческим личностям было удобно и комфортно. Делала вот Шостаковича и хотела увеличить, но потом не стала. Знаете, почему? Потому что две страницы получились очень большие, музыканты это не любят. Они начинают оградить, потом там, девчонки мне сами говорили, что у них уже не хватает вертеть, потому что когда компактно, нормально, ну компактно, это хорошо. А когда и тут, и тут, это туда-сюда, всю шею открутишь. Они и так бедные, особенно на скрипке, у них и так шеи болят. А чтобы музыкантам оркестра было удобнее переворачивать ноты, Алина Александровна придумала особый переплет. Маленькие партии оформляет в виде тетрадочки и не отдает их переплетчику, а прошивает сама. Очень важно, чтобы хорошо открывалась тетрадь, чтобы не возвращалась назад, знаете, когда бывает такой жесткий переплет, его откроешь, а она назад валится, да? И поэтому переходим, перешли, вернее, давно уже перешли, просто на обычное шибание тетради гнигами. И все это Алина Александровна делает с улыбкой, с невероятно жизнерадостным настроем. Жизнь, отданная большому театру. Это сказано и про нее тоже. И эта жизнь продолжается. И все это означает, что продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин